Друзья, всем привет, всем здрасте. Мы с вами на децентрализованном телевидении, там, где рассказываем про проекты, где показываем эти проекты лицом и где показываем, как они работают. Во-первых, перед тем, как сегодня начать и поприветствовать Сашу Серебренникову, я хочу их поздравить. Наконец-то они запустились, наконец-то платформа теперь Live, как это называется, и теперь можно с ней работать. Саша, давай послушаем, во-первых, тебя, так как эти поздравления прими, пожалуйста, ну, хотя бы русскоговорящий человек в этой всей экосистеме международной платформы. Давай тебе дадим слово, и дальше мы пройдемся, что и как с этим происходит. Да-да, привет, Сергей, спасибо за поздравления. Мы, конечно, все максимально рады, что это таки произошло после нескольких месяцев подготовки, и произошло это чудеснейшим образом. Все супердовольны, я думаю, что ты тоже видел, и что с токеном произошло, что с маркеткэпом произошло. В общем, все пошло так, как мы планировали. Это отличный старт, и дальше у нас будет уже запускаться на этой солидной такой основе больше депов, больше разных пулов и больше возможностей для пользователей, которые уже, воспользуясь этим случаем, зашли в проект пораньше. Слушай, а когда именно вы запустились? Это было на днях? Я помню, но точное число. Это было 27 января, это была среда. Получается, прошло несколько дней. Понятно. Слушай, подскажи, пожалуйста, были планы запуститься первое с токеном governance? Да, вот мы сейчас видим, видим в сайт, в принципе, ну вот прям перевод со английского, да, что Nimbus запустил DAO governance, то есть под управлением DAO экосистему, основанная на DAP, который, ну, генерит множество систем поощрений, множество rewarding, да, множество систем для заработка, основанные на IPO, на краудфандинге, на P2P-лендинге, ну, кругом говоря, дать друг другу взаймы, на криптоарбитраже. Все эти, во всяком случае, все эти платформы доступны с помощью одного токена, единственного токена governance, и еще дальше мне об этом расскажешь, NBU. У вас уже были 50 тысяч пользователей, вы существуете далеко там не первый год, в принципе, было с чего начинать, наверное, именно благодаря этому, и есть такие-таки поздравления, то есть вы выросли очень быстро. Расскажи немножко про это, и я пойду дальше. Сергей, я тебя изначально чуть-чуть поправлю, потому что NBU – это наш первый токен из трех, и governance токен будет вторым. NBU токен – это utility токен всей платформы, который позволяет пользователям, по сути, получать доступ к чему угодно на платформе, включая как раз и governance токен, включая как раз наш stablecoin. Но именно NBU изначально тебе дает доступ ко всем дэпам, его нужно стейкить, чтобы там участвовать, ко всем пулам, их на платформе планируется более 10 штук. И, ну и понятно, он тебе дает способ, много способов, много стратегий получения вот этих вот ревордов, этих поощрений, скажем так, на русском. Слушай, я понимаю, что это DeFi проект, и понимаю, что он основан на дапах, на децентрализованных приложениях. Какие приложения вот запустились с момента выпуска вот этого токена, я имею в виду вот с этого лаунча. Я сейчас вот смотрю, понятно, что все можно посмотреть, ну, грубо говоря, на активность, можно посмотреть на двух телеграм-группах, но это не телеграм-группы, я извиняюсь. Одна из них все-таки чаннел, да, новостной канал, вторая из них реальный чат. Я так понимаю, они все на английском, верно? Они все на английском, но у нас также есть и русский чат, так что всем русскоязычно можно заходить туда, задавать админам вопросы. О, слушай, это хорошо. Это значит, поделимся ссылочкой или в комментариях, или прямо под этим видео. Спасибо тебе огромное. И, кстати, русский сайт тоже планируется в ближайшее время, так что тоже следите за обновлениями. Ух ты, груди. То есть, во всяком случае, ну, несмотря на то, что почти 90% всех людей, посвященных DeFi или в этот рынок, понимают по-английски, ну, на уровне, хотя basic knowledge, да, я понимаю, что будет приятно видеть на русском. Это очень хорошо. Скажи, пожалуйста, сейчас токен выпущен для чего? Я там увидел очень интересную такую кнопочку, называется Get and Be You Now. Вот я ее нажимаю и переключаюсь прямо вот сюда и вижу, что, в принципе, уже есть некий обмен. То есть, мы переходим к этому этапу? Да. Ну, смотри, я немножечко отступлю назад, скажу, с чего вообще все начиналось, чтобы все были в курсе. Изначально-то у нас была платформа, на которой как раз и были эти 50 тысяч пользователей, которые ты упомянул, на которой, по сути, как раз было то, что мы планируем запустить в ближайшем времени в децентрализованной форме. А именно, это был как раз вот этот крипто-арбитраж-трейдинговый бот, который теперь мы децентрализуем, прикрутим к нему пол и сделаем это одним из наших деп. Так вот, эта штука существовала у нас уже с 2019 года. Ею очень много людей пользовалось. И на данный момент мы всю платформу взяли, перекрутили и сделали ее децентрализованной, да. Как ты правильно сказал, она будет управляться DAO, как раз когда DAO будет запущена. Это произойдет в ближайшие, наверное, месяц или два. Можете посмотреть по нашему роудмэпу. Так вот, на данный момент, учитывая, что столько пользователей уже почти три месяца ждет новой платформы, мы решили поскорее им что-то дать, а именно дать им этот новый NBU токен. И началось все с этого. Плюс, если уж мы запускаем токен, логично, что ему нужно дать какой-то функционал. Так вот, базовый функционал, который на данный момент доступен на платформе, это стейтинг этого токена. Там есть три разных опции, есть софт стейтинг, есть хард стейтинг, соответственно, с разными APY, годовыми ревордами, скажем так. Можно я буду параллельно нажимать? Вот ты про это говоришь? Да-да-да, ну смотри, у тебя есть своп, на котором ты был, теперь вот эта вкладка стейтинг, у тебя есть софт и хард разделы, и, соответственно, в софте ты можешь… Ну, у тебя сейчас нет токенов, кстати, Сергей, почему у тебя еще нет? Да, еще, кстати, я хочу сказать пользователям, что так как все-таки это децентрализованное приложение, вам надо вот сюда присоединить свой wallet. Видите, кстати, это очень приятно. Вы можете присоединить свой MetaMask, WalletConnect, Coinbase-овский wallet, его очень много в мире пользуются, форматик тоже достаточно, ports. Ну, короче, все остальное, все то, что хотите. Если даже просто у вас есть фразы из 12 или 24 своих слов, они очень легко сюда интегрируются, в один из этих кошельков, и вы попадаете уже со своим балансом, грубо говоря, на платформу. Я вам скажу, к моему большому сожалению, пока что Web 3.0 не поддерживается браузером Safari, а я сижу на Mac, но, наверное, это больше в сторону Apple такой камешек кинем, что пусть они поддерживают, ну, в принципе, новый тип подхода к интернету. Но это очень приятно, то есть это значит, что я непосредственно попадаю вот в эту среду. Друзья, MetaMask или там форматик, и все, вы попадаете в эту среду. Подскажи разницу софт-харт, я тебя перебил, извини. Разница простая, в софте ты можешь доставать свои активы в любое время, в хардстейкинге у тебя есть какой-то фиксированный период времени, который у тебя там лежат свои активы, но понятно за то, что у тебя некоторые такие мини-ограничения, да, например, что ты не можешь доставать эти средства 60 дней, за счет этого у тебя и API тоже получается выше, что в целом оправдывает. Ну, в принципе, я тут вижу, да, ну, это такое, очень близко к банковским услугам. Положил на 60 дней, точно, ну, говоря, на 60 дней ровно, плюс 60 дней, понятно, 7%, а вот эти 7% они считываются из годовых, но API значит годовых, или все-таки на эти 60 дней, потому что для людей будет? Нет, 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 это именно годовой процент, но понятное дело, что если, ну, понятное дело, как это можно высчитать, если держишь это 60 дней, соответственно, ты делишь... На 3, да, все верно, согласен, ну, делишь не на 3, а делишь на 6. Я тут вижу на 180 дней 12%, то есть чем больше держишь, соответственно, тем больше идет проценты. А вот в этом харде есть там какой-то все-таки, ну, знаешь, как обычно бывает, люди покупают, берут на стейкинг, кстати, тут стейкинг идет именно о вашем токене, верно? Тут не в паре с чем-то. Здесь наши токены, но на самом деле интересный момент, мы с тобой обсуждали это на прошлом интервью, но я так понимаю, что вряд ли все люди его видели, поэтому я напомню, что это базовый функционал, который мы запустили, повторюсь, просто для того, чтобы уже сейчас у токена хоть какой-то utility, хоть какой-то способ использования был, да, но понятно, что наша платформа совершенно не о таком типе стейкинга, да. Как раз-таки все наше позиционирование основано на том, что есть очень много продуктов, которые тебе предлагают каким-то образом, ну, фактически из воздуха генерить вот эти вот поощрения и вот эти проценты. Мы от этого отходим. У нас идея в том, что все депы, да, и все, ну, почти что все пулы, да, по крайней мере все депы, за ними стоят четкие механизмы генерирования вот этих вот наград, вот этих ремонтов. Бизнес-процессы некие, бизнес-модели, инсайд, да. Да, то есть они на самом деле всем понятны и всем известны, взять те же самые IPO, да. На данный момент никто не может участвовать в IPO, тем более в криптовалюте. Мы не то, что позволяем участвовать в IPO, но мы совершенно точно позволяем получить к ним доступ и с помощью них каким-то образом приумножать активы, да, то есть участвуя в пулах, которые на другой стороне, на стороне подконнекчены как раз к IPO, соответственно, ко всем этим акциям, которым обычно у людей доступа нет. То же самое с краудфандингом. По сути, это просто финансирование стартапов, которым, опять же, особенно если у тебя малых средств, мало активов, ты доступа не имеешь. Но в нашем случае через пулы, опять же, все в децентрализованной манере, ты можешь в этом поучаствовать, причем у тебя есть доступ как к equity, да, как, боже, как это по-русски называется, ну, скажем, акциям, да. Ну, как к части, к части владения, ты владеешь частью компании, да. Да, так у тебя есть доступ, ну, грубо говоря, к выдаче кредитов, опять же, стартапам, convertible notes, да, как это по-английски называется. То есть здесь довольно много use cases, довольно много интересных способов, вот, даже не способов, а именно механизмов, которые лежат под всеми вот этими пулами. Поэтому, повторюсь, вот этот стейкинг, который мы сейчас видим, это очень такая базовая функциональность, на самом деле, не особо-то интересная, я бы сказала, да, но она необходимая на данном уровне, потому что первые наши депы, они будут запущены, получается, в течение пары месяцев, а уже сейчас у пользователей есть возможность поучаствовать в стейкинге. И более того, как раз мы с тобой не договорили, вот, если ты пойдешь в последнюю вкладку, referral, там… Это, я так понимаю, реферали, люди, которые, ну, хотят поучаствовать в приглашении кого-то. Именно. Получается, что на данный момент мы даем пользователям, во-первых, возможность заполучить наши токены, причем это возможно, их возможно обменять на несколько разных криптовалют, там ты как раз это видел в свопе, потом в стейкинге ты можешь их положить под какие-то там реворды с разным процентом, и еще один use case, ты можешь поучаствовать в реферальной программе, в которой, опять же, тебе требуется заложить некоторое количество MBU, да, пол, опять же, застейкить их, и когда ты приглашаешь друзей, у тебя от них прилетает три типа ревордов. Первое – это как раз вот это стейкинг, потому что, как бы, это базовое условие участия в рефералке. Ну, вот это 10 процентов. Не-не-не, стейкинг, он как раз, вот смотри, самый последний. Additionally, 7% APY, вот третий ромбик желтый. Да, да, да. Но самое интересное, если говорить именно о реферальной программе, самый интересный момент, что если твои, как это правильно сказать, рефералы, наверное… Рефералы, да, ну, если твои последователи, те, кто за тобой пришли, с тобой, да. Да, да, если они покупают, если они, простите, это неправильное слово, если они добывают через нашу платформу, скажем, там, не знаю, скажем, 100 NBU, то тебе в качестве реворда, в качестве награждения прилетает 10. То есть целые 10 процентов от этого добычи, да. Да. Это первый, то есть это уже, получается, второй реворд, а третий – это то, что от каждой своп транзакции тебе прилетает еще 0,15 процентов, при том, что, ну, транзакций этих может быть бесконечное множество, да, это как раз вот первые вкладки. Так что на данный момент… Да, сейчас абсолютно все. Я вижу, что ваш токен ERC-20, соответственно, он на платформе Ethereum. Сейчас очень большой такой concern, да, ну, как бы люди обеспокоены этим, что достаточно, ну, транзакции, во всяком случае, те же самые своповые, да, они не стоят, ну, не дешево, будем считать. В один момент там доходило до 170, там, не знаю, 210 GV за транзакцию. Как вы с этим боретесь и с какой суммой имеет, ну, смысл, как бы, застейкать? То есть есть некий какой-то такой минимальный порог входа. Вы его считали или нет? Потому что, ну, обычно люди так прикидывают, да, наверное, я там положил на месяц, есть ли 5% годовых, ну, если зайду, там, я не знаю, с 50 или со 100 долларами, наверное, будет просто невыгодно. То есть зайду, подержу и потом заплачу за транзакцию, заплачу там за транзакцию, просто выйду и как бы сам при своих интересах остался. Есть ли какая-то математика, хотя бы начальная, или вы об этом пока не задумывались? Слушай, ну, во-первых, это же от ситуации зависит. У тебя в разное время транзакции по разным условиям. Понятно, что они в целом сейчас высокие, да? Кстати, да, я предлагаю людям посмотреть на газтрекер, и, правда, это значит, что ловите момент, вы можете просто-напросто бегнуть. Это, ну, как бы было бы достаточно странно с нашей стороны пытаться для всех ситуаций, да, рассчитать, как человек должен себя вести. Мы понимаем, что наши пользователи и так, в общем-то, понимают, что и как в DeFi работают. У них достаточно опыта взаимодействия с ERC-20 токенами. Поэтому, ну, мы считаем, что, ну, и, в общем-то, из нашей практики мы видим, что у людей с этим проблем не возникает. В целом все понимают, как это самим рассчитать. Но, конечно, ты правильно говоришь, что, да, есть вот такие, скажем, мини-барьеры. Но, опять же, учитывая, что у нас за два дня market cap поднялся до 35 миллионов долларов, ну, наверное, наших... А где посмотреть можно? Мне прям само стало интересно. Ну, посмотрите на это в скане. И, на самом деле, вот если говорить про цену токена, опять же, я, конечно, не буду ее анонсировать. Да. Но если вот вернешься сейчас на SWOP, то ты можешь посмотреть, какая на данный момент стоимость в эфире. Давай я сейчас на SWOP посмотрю. То есть, ну, посмотрим, вот, к примеру, хотим обменять NBU на эфир, да? Да. Ну, сколько там? Один NBU. Он мне так не показывает, да, пока я не присоединю его. Да, надо подсоединить. Но я тебе скажу, что на данный момент там примерно 1,3 доллара. А может, ты смог это показать или нет? Удобно расшарить? Да, там, на самом деле, показывать-то нечего. А, хорошо, я понял, да. Я тебе просто могу на словах сказать, что на данный момент он примерно 1,3 доллара. Когда мы стартовали, он был один, соответственно. А вот за эти два безумных дня, что все желающие на нашей платформе, мне кажется, день и ночь были, он подскочил, в общем-то, я не могу говорить до скольки, но, опять же, это можно по данным посмотреть. Но он подскочил очень сильно. И на данный момент уже, видимо, спрос немножечко сглаживается. Уже большая часть людей, которая вот так вот в спешке пыталась этот токен заполучить, заполучила. И нам, конечно, очень приятно этот спрос видеть, потому что это говорит, что мы несколько месяцев не зря работали. Мы движемся в правильном направлении, уходим как бы от той централизованной платформы, которая у нас была, да, к именно экосистеме, децентрализованной экосистеме, которая управляется DAO, у которого всего 10% governance токенов реально принадлежит компании. Все остальные принадлежат, в общем-то, комьюнити. И важный момент, что мы уходим от вот этой централизованной платформы, которая предоставляла, ну, по факту-то, не так много возможностей активы преумножить, к экосистеме, в которой у тебя более 10 разных путей, как ты это можешь сделать. И все они децентрализованы, все они доступны как раз через токен NBQ. Поэтому, в общем, не странно, что на данный момент у огромного количества людей был такой спрос, и они настолько хотели в этот проект пораньше войти, потому что понимают, что сейчас-то у нас функционала особенно нет, а вот дальше, когда все эти депы будут запускаться, вот тогда, конечно, начнется жара. Спасибо. Слушай, пока ты говорила, я тут, ну, полазил по вкладочкам, нажал на Pool, на LP Staking. Сейчас вот это работает или пока нет? Это работает. На самом деле, это еще один интересный момент. Мы его не проактивно промоутим по одной простой причине. Ну, давай для начала пару слов о том, что это вообще такое. Да. По сути, наш внутренний своп, он работает по механизмам Uniswap, да, то есть это децентрализованное… Сергей, тебе меня нормально слышно? Да-да, конечно, все хорошо. Странно, видимо, с интернетом проблемы. Так вот, работает это по механизму Uniswap, соответственно, у нас такая же необходимость в ликвидите провайдера. И вот как раз вкладка, на которой ты сейчас находишься, это и есть возможность предоставить нашему внутреннему свопу ликвидность. Но поскольку предоставление ликвидности – это такая штука немножечко двоякая, она может быть как очень выгодной, да, так и в ней все-таки есть свои риски. И понятное дело, что мы не хотим людей, которые не совсем разбираются в этой теме, да, и не совсем понимают, какие потенциальные риски там могут быть, мы не хотим их настолько проактивно к этому подвигать. То есть, по сути, на данный момент у нас есть, вот получается, ты сам на это наткнулся, еще больше способов и NBU использовать, и в целом поучаствовать в платформе. Но здесь логика в том, что, понятно, ты, как и везде, ты кладешь ликвидность, и ты на нее, получается, со всех свопов, часть транзакции, она капает к тебе как твой reward, как твое награждение. Но более того, есть еще один интересный момент. Если ты зайдешь вот в вкладку, которая справа, LP Staking, это стейкинг, особенный для ликвидити провайдеров. И здесь история в том, что ты можешь непосредственно на свою ликвидность получать еще и 100% APY, да, то есть как бы, ну, 100%... 100% годовых, условно, да. Именно так. Поэтому вот такой штуки, если ты посмотришь, почти никаких проектов нет. И это, на самом деле, такая уникальная питча для нас. Но, повторюсь, что мы не проактивничаем, то есть у нас довольно много партнеров, которые и так поставляют ликвидность. Они, понятно, вот этим, этой функцией, в общем-то, привлеклись, и они понимают, что к чему. И они с этим работают. Но если есть и пользователи, которые заинтересованы, конечно же, мы всегда всем рады. И, конечно же, это правда интересная функция для тех, кто понимает, как себя с ней вести и понимает, какие могут быть потенциальные риски. Я настолько уж на этом делаю акцент, я не пытаюсь сказать, что это какая-то особенно рискованная штука. Но просто хочу, чтобы все люди понимали, что ликвидность, которую ты кладешь, потенциально, когда ты ее будешь оттуда снимать, будет в другом соотношении. Ну, или еще что-то. В общем, я думаю, все это должны понимать. Слушай, а подскажи, пожалуйста, как посмотреть на график зависимости? Потому что я пытаюсь на Эзерскане как-то найти, откуда взять, я не знаю, смарт-контракт, адрес смарт-контракта или еще что-нибудь. Смотри, адрес смарт-контракта. Может быть, вот так, ты мне скажи, как отсюда сделать. Вот, вот, я нахожусь на Эзерскане. Слушай, давай, давай я тебе лучше отдельно потом скину адрес контракта. И ты сможешь это посмотреть, я не имею права с правовой точки зрения тебя проводить по всем вот этим. Я могу тебе просто... Ну, знаешь, мы же хотим убедиться, да, мы все тебе верим, но все-таки самим посмотреть на графики, куда идут торги и так далее, это достаточно. Все-таки RC20 токен. Сейчас, тогда дай мне секундочку, я тебе скину этот смарт-контракт. А ваш токен называется NBU, верно? Да, правильно. Может быть, я его прям так-так смогу найти? Давай, попробуй. Нет, что-то не то. Может быть, здесь мы... Адрес, токен, NBU. Стамбул. Что-то какой-то из Стамбул выходит. Может быть, его... Может быть, как-то на Nimbus надо? Нет, тоже. Так, я тебе сейчас скидываю. Друзья, во всяком случае, это очень интересно. Вот-вот я сейчас его вставлю. Я думаю, вот так мы его быстренько точно найдем. Да, есть. Вот он. Да, вот видим прямо сейчас, но висящие транзакции. Это сдать все достаточно активно. Слушай, а как посмотреть? Ну, я имею в виду, что происходит по графикам. Где тут графики увидеть? Смотри, графики мы добавим к себе на наш внутренний своп. Вот в течение, наверное, ближайших пары недель. Дело в том, что на данный момент у нас планируется очень много функционала, очень много улучшений. А вот он, в принципе, виден. Видишь, я такой молодец. Analytics. В принципе, да, вот видим, что токен как бы идет в рост. Вот буквально там за время запуска, да, достаточно недавно. Так что, друзья, нет никакого. То есть сейчас он стоит 1,38, да? Да, кажется. Доллар 368. Ну, начинался там буквально, я не знаю, чуть ли не с нуля. Ну, вот, товарищи, ну, грубо говоря, тут уже ничего не утаить. Я вижу, что достаточно интересно. Вот еще и транзакция, да, внутренние транзакции. Да, вот виден, что как бы взлетели прям чуть ли не в первый момент. Так что очень даже неплохо. Мои поздравления, так сказать. Это похвально. Давайте пойдем дальше, посмотрим непосредственно. Я так понимаю, а, давайте все-таки сюда. Я так понимаю, для всех уже понятно, что стейкинг запущен. То есть его есть несколько вариантов. Можете, грубо говоря, сам с собой. Пришли за стейк или выбрали какой-то вариант. Самый софт, то есть в любую секунду можно убежать. За 5% можно положить на 60 дней, на 180 дней. Если прям, ну, своих нет денег, но или есть свои, но еще есть люди, которые там заинтересованы. По рефералочке тоже пригласили, конечно, я думаю, знаешь, какой-то внутренний саппорт или объяснить людям, как тут стейкать, все-таки нужно. Знаешь, мне очень сильно понравилось, ну, грубо говоря, это SWAP-платформа. Мне почему-то показалось, сейчас ты нас поведешь в Uniswap и скажешь, так, друзья, заходите, приконнектитесь к Uniswap, оттуда покупайте NBO токен. По-хорошему, я так понимаю, можно и там тоже сделать, но я тут смотрю на готовые пары, которые выкладываются, можно за биткоин купить, за USDT, за DAI, за эфир. Ну, в принципе, такой топ-5 уже все есть. То есть по-хорошему вы тут решите свои вопросы сами тоже, при том сразу приконнектитесь к валету, то есть не надо будет лишних силодвижений делать. Я уже чувствую, что вот к этому пулу будет достаточный интерес, потому что абсолютно все, да, я так вижу, что можно эту пару самому создать, но в эфире уже пара создана, вот она, LP стейкинг, да, то есть она уже есть. То есть вы стейкаете, ну, вы предоставляете ликвидность в эфире для токена NBO, и, внимание, вот на этой паре зарабатываете почти 100% годовых. Ты совершенно права, такого нет, и, ну, если бы ваш токен был бы, знаешь, стейбл коин, то, наверное, бы эфир весь бы перекочевал бы абсолютно сюда, ну, представляешь, да, иметь в паре со стейбл коином рост в эфире, это прям какая-то фантастика. Ну, друзья, короче, я считаю, что, во всяком случае, вот на этом первых парах на росте уже есть такие положительные эмоции. Подскажи, пожалуйста, что интересного вас ожидает в ближайшее время? Я перейду вот так на сайте, ты уже про IPO рассказала. Мы видим теперешний рынок, знаешь, такой условно истеричный, когда вот эти, ну, не то чтобы, короче, хейтеры Wall Street постоянно дампят и бампят абсолютно все акции. Я очень надеюсь, с рынком IPO произойдет не следующее, мы просто бы в таком мире сейчас живем. Да, ну, смотри, про IPO я рассказала, про криптоарбитраж трейдинг в целом тоже рассказала. Мне кажется, что тот факт, что им пользовалось 50 тысяч человек, наверное, сам за себя говорит. А он сейчас тоже как DAP работает или пока что по старинке? Нет, на данный момент мы его приостановили из-за разработки платформы, соответственно, как только мы начнем опускать DAP, и как раз первые два это будут криптоарбитраж трейдинг и крауд... Ой, прости, и peer-to-peer lending. На данный момент вот действительно... Ну, стейкинг уже есть, получается, три. Стейкинг 100% – да. Ну, смотри, просто я повторюсь, с нашей точки зрения, вот такой вот простой стейкинг, да, это прикольная штука, но это не настолько интересно, как то, что мы готовим дальше. То есть это просто, я повторюсь, реально базовый функционал, просто чтобы люди, которые уже получили свои токены, да, которые через свой опыт заполучили, получается, 27 января, чтобы у них что-то было для себя вот эти пару месяцев, пока больше функционал разрабатывается, да. Но реально самое интересное – это вот эти четыре DAP, потому что, ну, скажем, того же самого краудфандинга и тех же самых IPO вообще нигде нет. То есть ты не можешь в них поучаствовать, по сути, даже в пяти. И тут важный момент в чем? Поскольку это все прикручено к пулам, ты можешь в пуле участвовать с минимальным количеством крипты. То есть ты бы никогда не смог поучаствовать в финансировании стартапа, там, не знаю, с какими-нибудь 100 баксами в криптовалюте. Да просто со 100 баксами, потому что никому не нужен. А здесь, когда все участники сливают это в пул, у тебя с одной стороны сглаживаются риски, потому что у тебя на той стороне диверсифицируется твое портфолио, да, у тебя с большим количеством стартапов все вот эти активы между ними перераспределяются, да, это первый момент. А второй момент, опять же, в общем-то, с этим связанный, у тебя, ну, оптимизируются твои реворды, да, твои награждения. Поскольку, опять же, если риски сглаживаются, ты распределяешь это все между проектами, ну, шансы во что-то классное откинуться, они очень сильно увеличиваются. Поэтому, конечно, то, что мы делаем это в децентрализованной манере, это очень интересная тема. То, что касается peer-to-peer lending и вот этого криптоарбитража, в целом, это вещи не настолько необычные, но, например, в лендинге важный момент такой, что у нас будет довольно много разных пулов, которые подходят под разный, скажем, аппетит к риску, да. Там будут довольно разные способы, во-первых, участия тех, кто вкидывает ликвидность в фул, и разные способы взять займ, да. То есть в каком-то случае, например, ты можешь все делать анонимно, ты можешь просто оставить, как это говорится, залог, да, какую-то криптовалюту. Где-то же ты можешь, например, идти более традиционным путем. Если тебе, в общем-то, это не критично, то ты можешь даже пройти KYC. Соответственно, опять же, для кредиторов это уменьшает риски. А для тебя в таком случае… Кстати, тут у вас KYC? Я так вижу, KYC нет. По-хорошему, если я подключил с помощью MetaMask, ну, я подтверждаю свою идентификацию с помощью своего приватного ключа. Все правильно. Поэтому ты можешь участвовать полностью анонимно. Условно анонимно. Ну, условно. Поэтому я и говорю, что в отличие, опять же, от других DeFi продуктов, мы понимаем, что далеко не всем эта анонимность, в общем-то, нужна. Ну, очень большому количеству пользователей в кредите она и правда нужна. Но если, к примеру, у тебя другие какие-то цели, и тебе в целом неважно, пройдешь ты этот KYC или нет, мы даем и такую возможность, и благодаря этому, опять же, у тебя может снизиться и залог, и у тебя, ну… То есть, в общем, это все разные пулы. Я говорю, то есть, это разные способы сглаживания рисков как для кредиторов, так и сглаживания каких-то неудобств, наверное, для заемщиков, которым там не надо огромное количество в качестве залога оставлять и так далее. То есть, мы даем больше гибкости и той, и другой стороне. И нам кажется, что это очень важно, потому что многие лендинговые приложения, да, они классные, но, возможно, они не всем людям подходят. Мы, в целом, все вот эти функциональности чуть ближе принести к такому среднему пользователю, да, который понимает, что такое крипта, примерно понимает, что такое DeFi, но он не шарит в каких-то деривативах, вот этих всех сложных финансовых делах, да, на которых многие проекты подкручены. Также многие проекты подкручены, не знаю, на теорию вероятности, еще что-то такое, теорию игр, да. То есть, многие какие-то непонятных терминов, очень сложных понятий и сложных механизмов, которые обычно иллюзия не в курсе они об этом. Они не знают, как это работает, соответственно, у них доверие падает. У нас все по-другому. Я предвосхищаю, ну, криптоблогеры, есть люди, которые рассказывают, там, я не знаю, о проекте, а есть люди, которые рассказывают, знаешь, так, смотри, отсюда берешь, перестейкиваешь сюда, потом взял вот это, с этим смешал, часть активов сюда перевел, часть сюда перевел, я чувствую, что на вашей платформе, в принципе, это возможно. То есть, по-хорошему будет некий выбор такого хорошего маркет-фита. Ага, если я сделаю вот тут, или я получу там с максимальными, ну, с минимальными рисками, грубо говоря, такой профит, или наоборот, немножко риска увеличу, но положу надолго, там будет достаточно больше. То есть, вот такое прямо само собой наклевывается. Хочу обратить внимание пользователей, вот я на roadmap случайно наткнулся, его, кстати, не было. Я имею в виду на предыдущем сайте, что вот built-in crypto exchange, по-хорошему, вы его сделали. Я прямо удивился в первый момент. Я думал, что все это будет только на Uniswap. Это можно уже проделать и у вас. По-хорошему, это выполнено. Арбитражевый trading app, он уже готов, но, ну, он уже работает в старом мире. Ну, не DAP, а по-старому. NVIDIA платформа, я так понимаю, она тоже уже запущена. Во всяком случае, вот этот момент, куда мы попадаем. Вы про это, верно? Про это место. Да, да. Она тоже запущена. Слушай, достаточно интересно, конечно, потихонечку разобраться вот в этом пуле, потому что тут хорошая процедура, потихонечку разобраться, каким образом, то есть, ну, сделать побольше пар для того, чтобы было понимать, где ликвидности больше, где ликвидности меньше. Я думаю, пользователи будут также обращать внимание на реальные активы, которые, ну, поставлены в Эзерскане. Послушайте, маленький такой вопросик, не знаю, знакомый, то есть, в курсе или нет, все-таки сейчас очень многие DeFi проекты ищут или мостов, к примеру, там с Binance Chain, кто там с Tron, кто там еще, для того, чтобы снизить вот эти транзакционные издержки. У вас и так все хорошо. Понятно, что там стейкинг на долгое время, или вкладывание в IPO, или P2P лендинг, или же вкладывание в проекты, да, краудфандинг, они такие, ну, подразвивая такое немножко долгосрочное вложение, и по-хорошему там, ну, вот эти не настолько, не настолько sensitive, да, как по-русски, да, ну, не только чувствительными вот к этому рынку, но все-таки присматриваетесь вы или нет, не знаю, есть ли у тебя информация. Слушай, ну, я тебе так скажу, у нас, на самом деле, большая часть существующих пользователей, вот эти 50 тысяч человек, они никогда не пользовались DeFi, да, это люди, которые… Да, они как-то новинка, да? Да, они пользовались нашим трейдинговым, вот этим арбитраж-трейдинговым ботом. То есть, в целом, для них, конечно, все вот эти моменты, их нужно объяснять, их нужно для людей делать максимально удобными, потому что они не ко всему привыкли и не обо всем знают. Поэтому, конечно, наша задача в целом – это сделать эту платформу максимально удобно и максимально доступно для такого среднего человека, среднего юзера, который даже не обязательно очень сильно понимает, что и как в DeFi. Поэтому, в целом, момент, о котором ты говоришь, он и для нас важен, и, конечно же, да, ты правильно сказал, что у нас специфика такая, что в основном это все такие долгосрочные истории, в которые ты заходишь, потому что ты в них веришь, и не потому, что это какие-то спекулятивные моменты, не потому, что там, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Это реальные механизмы, всем понятные. Но, конечно, и с этой проблемой нам тоже надо работать, и в том числе и над ней наши программисты сейчас думают. В целом у нас, на самом деле, планируется довольно много улучшений в целом по юзер-экспириенсу, по интерфейсам, много почему, на самом деле. И мы делаем, кстати, много гайдов непосредственно, прям степ-бай-степ, шаг за шагом, как тебе пользоваться, какой отвечей. Поэтому, в целом, я думаю, что да, возможно, этим мы тоже в будущем займемся, но уже сейчас делаем все для того, чтобы пользоваться платформой было максимально удобно и максимально просто для любого человека. Друзья, я считаю, что на сегодня можно заканчивать. Спасибо огромное Александру за такое раскрытое. Я думаю, что это наша далеко не последняя встреча, потому что первое, есть что подсмотреть, ну, что уже как бы попробовать. Второе, есть некие ожидания, и третье, есть еще дальше возможности, а попробовать вот сюда, а попробовать туда. Так что на нашем таком условно-образовательном канале про Nimbus мы будем, конечно же, об этом рассказывать. Ну, а телевидение, оно существует ровно для того, чтобы доносить до вас интересные мысли. К нам приходят очень и очень, я не знаю, такие люди, законодатели индустрии. Вот в данном случае DeFi проекта, децентрализованный мир уже с нами, он нас точно не отпустит. Спасибо огромное, Саша. Мы тебя очень рады видеть. Увидимся еще. Ждем сайт на русском. Ждем новые возможности. И, конечно же, стейки NBU. Всем огромное спасибо. Увидимся. Пока-пока. Пока, Сергей. Тебе спасибо. Друзья, было очень приятно видеть Александру и маленький постскрипт о том, что нас ждет в очень ближайшем будущем вместе с платформой Nimbus. Да, в общем-то, запуск NBU – это то, чего мы все ждали. И мы максимально рады, что это произошло. Конечно же, как и все наши пользователи. Но в ближайшее время у нас будет еще пара интересных моментов. А именно это будет запуск нашего governance токена. На данный момент это именно utility токена NBU, который дает ко всей платформе доступ. Но governance токен, он позволит держателям участвовать в DAO, в принятии решений о платформе, в том числе это экономические решения, это технологические решения. Я могу привести пример. Я не знаю, если вы хотите, к примеру, изменить стоимость транзакции, то вы можете вполне себе продвинуть такое предложение, если за него проголосуют другие участники DAO. Почему нет? Или, возможно, вас не устраивает, не знаю, нехорошее слово доходность, которое я хотела использовать. Уровень награждений в каком-то пуле, опять же, за это можно проголосовать с другими участниками. Если кто-то поддержит, то, соответственно, на базе смарт-контрактов это все автоматически утвердится. Интересный момент. Я как-то сегодня в разговоре с Сергеем упоминала, что если говорить в целом о децентрализации, то для нас это не пустое слово, потому что по факту только 10% верных токенов будет принадлежать Nimbus как организации. Поэтому мне кажется, что это тоже интересный момент. И, Сергей, я, конечно, буду рада с вами еще раз поговорить, когда это запустится в ближайшие пару месяцев. У нас это, если посмотрите на roadmap, запланировано на первый квартал, опять же. Конечно же, мы поговорим. Тем более, что децентрализация сейчас... Засколько ли я расскажу, что на самом деле уже DAO и governance токены, они у нас разработаны, но мы ждем, наверное, последних доработок и уже очень скоро будем записаться. Поэтому в этот момент не пропускайте. Спасибо, да. Я хочу сказать, что и вправду в мире достаточно... Ну, немалое количество DAO уже, и это некий новый тренд. Передать управление проектом сообществу, конечно, с одной стороны, знаешь, это очень боязно, непонятно, что произойдет, каким образом отреагирует. А с другой стороны, это максимальная открытость и честность к людям, которые поверили в тебя. Я считаю, что этот новый мир, мы его еще будем, так сказать, explore и discover new world, new decentralization. Так что, друзья, я считаю, что будет очень интересно. Спасибо огромное, Саша, за эту зарисовочку. Мы с нетерпением тебя ждем снова. Супер. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok